Здравствуйте, мальчишки и девчонки, а также их родители! Сегодня мы предлагаем вам послушать увлекательную историю про мышат японской писательницы и художницы Чисато Таширо. Она родилась в Токио. Закончив колледж, 4 года работала экономистом, прежде чем попробовала свои силы в иллюстрации. Участие в художественных выставках принесло Чисато известность сначала в Японии, а затем и во всем мире. В 1999 году художница экспонировала свои работы на международной выставке детских книг в Болонье. С тех пор она активно сотрудничает с европейскими издательствами. Книжка «Мышкин дом», которую мы сегодня с вами почитаем, получила премию на выставке книжной иллюстрации в Японии в 2010 году. Это забавная и трогательная история о том, как пятеро мышат решили построить себе дом. Конечно, это непростая задача – построить дом из вещей, которые когда-то выбросили люди. На все трудности можно преодолеть, если взяться за дело с выдумкой и фантазией. А дизайнерские идеи мышат пригодятся всем тем, кто любит мастерить своими руками разные поделки. Итак, «Мышкин дом». В подвале старого дома жили пятеро мышат. Вот они, познакомьтесь. Гуре – любопытный мышонок, который очень любит приключения. Чиби – самый младший мышонок, верный и правдивый. Таро – задумчивый мышонок, носящий желтый шарфик. Куро – мышонок с узелком на хвосте, он изобретатель и мастер на все руки. И Широ – очень заботливая, осторожная мышка. Каждый вечер они собирались вместе, чтобы обсудить новости. «В нашем доме появилось два новых кота», – доложил как-то Таро. «И оба просто громадные», – поежился Чиби. «Наш район становится опасным», – пискнула Широ, взволнованно потирая свою белую мордочку. «Настало время подыскать новое жилье», – подвел итог Гуре. Остальные с ним согласились и решили обследовать окрестности. Первым делом друзья осмотрели небольшой уголок возле тротуара, но его нельзя было назвать надежным убежищем. «Здесь слишком много ног», – высказал общее мнение Чиби. Другое местечко было вполне симпатичным, но когда Гуре и Куро решили его обследовать, оказалось, что там полным-полно других мышей и свободных мест нет. После долгих поисков мышата оказались у подножия горы. Огромной горы вещей, которые когда-то выбросили люди. «Ух ты! Да это же просто клад!» – обрадовался Куро. Но прежде чем приблизиться к сказочным сокровищам, все пятеро осмотрелись, принюхались и прислушались. Безопасно, никаких котов, и друзья кинулись вперед. Чего здесь только не было! Бестящие винтики, старые игрушки, велосипедное колесо, катушки, гвоздики, трубы, банки, коробки и даже испорченные часы. «Я хочу остаться тут навсегда!» – воскликнул Гуре. «Смотрите, сколько вокруг вещей! Давайте построим из них дом прямо здесь!» Друзья горячо его поддержали и, не теряя времени понапрасну, тут же приступили к делу. «Толкай часы сильнее, Таро!» – ухтел Гуре и тянул веревку изо всех сил. «Мы почти на месте!» «На земле бывает сыро!» – заметил Куро. «Мы должны построить дом на пеньке!» «Тогда я сделаю настил!» – подхватила Широ. «А потом построю лесенку, чтобы взбираться на него!» Мышата нашли большой красный стол, прикатили его к своему будущему домику, подняли наверх и перевернули. Получилась отличная крыша, а все сооружение уже стало похоже на домик. Но впереди у друзей было еще очень много работы, и столько всего нужно поднять, соединить, прибить и закрепить. «Эй, Таро, осторожней с черепицей!» – волновался Чиби. Таро только усмехался в ответ. Он знал, что веревки прочные. «Широ, зачем тебе этот цветочный горшок?» – спросил Куро, стуча молотком по крыше. «Мы можем использовать его для сбора дождевой воды!» – объяснила Широ. Мышата присоединили к горшку трубу, и у них получился настоящий душ. «Ура!» – закричали они хором, а потом принялись напевать. «Мы, мышины, строим дом, теплый дом, славный дом, нам уютно будет в нем, славно заживем!» Казалось бы, на что годны сломанные часы? «Но если проявить немного смекалки и изобретательности, из них выйдет замечательная кухня и просторная кладовая, в которой можно разместить столько вкусных вещей!» «Чиби, а стеклянные шарики нам пригодятся?» – спросил Таро. «Конечно, для комнаты дневного отдыха!» И друзья украсили старую лампу разноцветными шариками. «Теперь солнце попадает под лампу через цветное стекло, и комната наполняется мягким волшебным светом!» «Как приятно будет вздремнуть здесь после обеда!» «Старые велосипедные шины тоже пригодятся!» «Из них получится отличное чертово колесо!» «Пятер будет крутить его, как мельницу!» «Можно кататься целый день!» «Это настоящий парк развлечений во дворе!» «Пятеро мышат без устали трудились целую неделю!» «И в один прекрасный день все было закончено!» «Теперь у них был замечательный мышиный дом, построенный собственными лапками!» «И все пятеро им очень гордились!» «Вечером довольные друзья улеглись в свои постельки!» «И вдруг услышали очень страшный звук!» «Мяу!» «Это был огромный кот!» «Он запутался в ловушке, которую соорудили мышата!» «Ой, я боюсь!» «Запищала Широ!» «Он может нас съесть!» «Будем бороться!» «Воскликнул Таро!» «Дернем его за хвост!» «А мне его жалко!» «Сказал Чиби!» «Он же в западне!» «Мы, мыши, лучше всех знаем, что значит попасть в ловушку!» И мышата стали крысть веревки, чтобы выпустить на волю несчастного пленника! Освобожденный кот не спешил убегать! «Спасибо, что пожалели меня!» «Сказал он!» «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» И мышата придумали! Теперь у друзей есть все, что нужно! Теплый сухой домик для отдыха, уютный дворик для развлечений и настоящий староживой пес! Нет, точнее, верный староживой кот! Вот такая замечательная история про мышат! Эту и другие книжки писательницы Чисато Ташира вы можете взять в нашей библиотеке! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok